Здравствуйте. Недавно Европарламент принял резолюцию, где резко осудил давление на журналистов в Украине, ухудшение политического климата, отметил, а также разжигание ненависти со стороны радикальных группировок. Какие шаги будут предприняты к тому, чтобы как-то исправлять эту ситуацию? Я изучаю сейчас этот текст, потому что довольно-таки объемный и требуется для этого времени, поэтому я слышал много тезисов, смотря как читать, о чем там говорит речь. Но я думаю, что это вопрос, наверное, у нас есть комитет целый, европейская интеграция, у нас есть международный политический комитет, который возглавляет МРЭШКО, то есть они должны дать ответ, наверное, должны провести, наверное, круглый стол, либо даже парламентские слушания, на которых разобрать по пунктам то, что было озвучено, и что парламент должен сделать и власть в целом, для того, чтобы реализовать, в первую очередь, в интересах украинского государства эти пункты, которые были озвучены, и те, которые были претензией со стороны международного сообщества к Украине озвучены. Там также в этой же резолюции упоминается сайт Миротворец, который, по мнению Европарламента, неправомерно публикует личные данные сотен людей. Будут ли предприняты какие-то действия относительно этого ресурса? Я думаю, что это вопрос правоохранительных органов. Кстати, у них нет никакого правового статуса, мне кажется, у этого сайта, поэтому и его роль сейчас минимальна. Раньше, конечно, в предыдущие годы это, наверное, был такой флагман, на него ориентируясь, сейчас, мне кажется, он утухает, поэтому давайте не будем лишний раз поднимать вопрос, что должны и так расследовать правоохранительные органы. То есть распространение персональных данных и все остальное происходит через информационный ресурс, то должны делать правоохранители в первую очередь. Это для их работы, они должны расследовать это и препятствовать это. Почему до сих пор не расследовали? У нас же не работают правильно правоохранительные органы каких-то. Я обращался несколько раз в правоохранительные органы, соответствующие обращения, как депутат. Поэтому я проанализирую, что мне пришли какие-то ответы, и, возможно, мы повторно сделаем обращение для того, чтобы дать ответ, что сделано было за этот период в промежутках тех первых каких-то запросов депутатских, которые были. Также широко сейчас обсуждается законопроект, который позволит легализировать оружие в Украине. На ваше мнение, не приведет ли это к еще большей эскалации конфликта, уличных конфликтов в Украине на улицах? Я считаю, что это не своевременный законопроект. Основное, о чем говорят коллеги, это то, что якобы можно убить и руками, можно и ножом убить. Но хотел бы здесь напомнить коллегам, что нож нужен для того, чтобы резать хлеб, руки нам даны Богом для того, чтобы работать, а пистоли для того, чтобы убивать. Поэтому я не считаю, что это самые ключевые вопросы. Я не уверен, что в парламенте есть поддержка данной законодательной инициативы. Я сегодня, кстати, почитал ответ на петицию президента Украины, которая была профильной организацией ассоциации владельцев оружия, зарегистрирована. Она набрала необходимое количество голосов. Я видел, что президент написал, что не своевременно во время войны, во время всей ситуации, социальной обстановки сейчас вводить дополнительные какие-то нормы либо легализировать этот рынок. Поэтому я буду ориентироваться на мнение президента по этому поводу. Спасибо.